Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Коммунальные службы Одинцовского округа перешли на ежедневную санитарную обработку подъездов, а все ради того, чтобы не допустить заражения коронавирусом. Подробнее о том, как эпидобстановка отразилась на работе сферы ЖКХ, сегодня расскажет Михаил Владимирович Каратаев, заместитель главы Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Да, добрый день! Мне кажется, вот эта непростая эпидобстановка отразилась на всех сферах нашей жизни, но, наверное, на сфере ЖКХ в особенности. Как сейчас работают специалисты, представители? Система ЖКХ работает в большинстве своих случаев круглогодично и круглосуточно. Соответственно, все специалисты, которые задействованы в непосредственном процессе отопления, водоподготовки, оказания услуг по содержанию, они все задействованы в полной мере с учетом требований по защите персонала. То есть это маски, это перчатки, это несоблюдение социальной дистанции. Но, повторюсь, мы так же, как врачи, так же, как полицейские, тоже все на службе работаем. Единственное, кто удаленно работает, это абонентные юридические службы предприятий, потому что они имеют возможность сюда наработать. Но те, кто работают на котельных, на водозаборах, на станциях, они все на местах, потому что это непрерывный круглосуточный цикл, и они работают на благо наших граждан. Ну, люди с пониманием отнеслись к этой ситуации? Ну, все сидят на самоизоляции, а мы вынуждены на работу ходить. Конечно, люди понимают, что без этого не будет работать, это невозможно одномоментно взять и выключить, потому что у нас еще отопительный сезон идет, на улице еще не тепло, поэтому, по-любому, необходимо, чтобы работали все котельные, и необходимо, чтобы эти услуги оказывались непрерывно. Уборка начинается с лифта. Галина Макисон ответственно подходит к своей работе, чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму. Женщина старательно обрабатывает все поверхности, до которых могли дотрагиваться жильцы. Два раза в неделю мы дезинфицируем весь подъезд полностью. Каждый день первый этаж полностью. На этажах все кнопки, все перила, подоконники, все. Санобработка в ежедневном режиме теперь проходит во всех подъездах Одинцовского округа, а их насчитывается 6077. На уборку выходит армия коммунальщиков – 820 человек. Сейчас она усилена дворниками. Особое внимание при дезинфекции уделяют первым этажам по простой причине – это самое проходное место жилого дома. Через первый этаж проходят все жители данного подъезда. Соответственно, если у вас 12 этажей, на каждом этаже 4 квартиры, то получается у нас 48 человек каждый день проходят через этот холл первого этажа. А на самом уже этаже всего 4 квартиры и, соответственно, 4 жильца. Ну или там, если два из жильцов, то 8. Санитарную обработку подъездов контролируют с помощью специального мобильного приложения. Мелочи, которые от него могут ускользнуть, лично проверит представитель госжилинспекции. Смотрите, обрабатывали, подтеки остались. После этого нужно было протереть салфетку. Представители ГЖИ с белой спиртовой салфеткой в руках ежедневно обходят подъезды. Так и лучше видно, насколько ответственно уборщик выполнил свои обязанности. Ситуация удовлетворительная. Уборка производится своевременно и качественно. Как и предписано инструкцией подъезда, предварительно как следует вымыты. Нет следов грязи, пыли и так далее. После чего проведена достаточно качественная обработка хлорсодержащим средством. Если же вам кажется, что уборка проведена некачественно или ее не было вовсе, вы можете оставить жалобу на портале Добродел. Нарушения устранят в кратчайшие сроки. Сейчас мы чаще всего освещаем санитарную обработку подъездов. А вот кроме санитарной обработки подъездов, какой функционал еще добавился у специалистов ЖКХ? На сегодняшний день у нас добавилась еще дезинфекция стоков. То есть мы на все наши очистные сооружения, которые есть на территории округа, сейчас монтировали установки по дезинфекции сточных вод после очистки. То есть сточная вода после очистки еще дополнительно дезинфицируется гипохлоридом натрия. Санитарную обработку подъездов проводят ежедневно. Мы достаточно часто снимаем об этом материал, но тем не менее вопросов у жителей все равно очень-очень много. Давайте по порядку поясним. Очень часто жалуются. Вот на первом этаже походил, побрызгал и ушел. Я так понимаю, что для каждодневной санитарной обработки все верно? Да, вы абсолютно правы. У нас каждодневная санитарная обработка включает в себя в первую очередь уборка первого этажа. Ни для кого не секрет, что первый этаж – это самая нагруженная проходная территория многоквартирного дома. Все жители подъезда проходят через первый этаж. Все они пользуются домофоном, все они трогают ручки дверей, все они пользуются лифтом, если лифт есть. Перила также трогают. И, соответственно, все эти места возможного контакта, они в обязательном порядке ежедневно обрабатываются раствором, содержащим дезинфицирующее вещество. То есть у нас правительство дало поручение всем управляющим компаниям осуществлять дезинфекцию первых этажей подъездов многоквартирных домов. Далее обработка производится уже по графику в зависимости от того, какой у нас подъезд. Если это подъезд, где нет лифта, то перила всех этажей должны быть обработаны, и лестницы тоже. Но это если касается малых домов, там 2-3 этажа, потому что люди ходят по этим лестницам ежедневно, и ежедневно касаются перил. Соответственно, это все должно быть обработано. Если подъезд содержит в себе мусорокамеру, то мусорокамеры, и они используются, они также должны обрабатываться. Также обрабатываются перила, но это уже в зависимости от того, какой дом. То есть у нас, мы понимаем, есть дома, в которых есть черная лестница, которой пользуются люди только в случае, когда лифт не работает по каким-то другим причинам. Там, конечно, обработку ежедневно нету обязательного требования. Обязательно обрабатывается лифт, то есть лифт сам, все его панели, включая стеновые. Обрабатывается вызывная панель лифта. Обрабатываются вызывные панели на каждом этаже. То есть кнопка, которой вы вызываете лифт, также подлежит обязательной обработке. Обрабатываются почтовые ящики, потому что их трогает и почтальон, и доставщик корреспонденции, и сам житель, соответственно, они также обрабатываются в обязательном порядке. Обрабатывается панель домофона на входе в подъезд, как уличная, так и внутренняя. Обрабатываются ручки дверей, все, которые есть на улицу и с улицы, соответственно, они тоже обрабатываются. Обрабатывается выключатель света подъездный, потому что его в темноте житель включает, выключает, касается, и это точка, где может произойти передача. Соответственно, логика простая. Вот зашел человек в подъезд, либо это маленький человек, ребенок, либо это взрослый, до чего он может докоснуться, оно обязательно должно быть обработано. Ну и, соответственно, моются полы. Все горизонтальные поверхности, на которые может осесть вирус, они должны быть промыты именно в режиме ежедневного. А дальше уже обработка подъездов идет согласно графику. А вот этот график примерно как выглядит? Остальные этажи это сколько раз в неделю? У нас есть требования, утвержденные законодательством. Это раз в неделю подметание и влажная уборка раз в две недели. Соответственно, у нас по этому графику управляющие компании работают. Потому что, если вы обратили внимание, никаких дополнительных затрат управляющие компании жителям не выставляют. Это все делается за счет существующего персонала. Этот персонал, конечно, сейчас мы будем дополнительность поддерживать. Со стороны администрации сейчас готовятся меры поддержки. Это вернее всего, что будут продуктовые наборы для того, чтобы сказать спасибо тем уборщицам, которые на передовой, которые работают каждый день и которые каждый день подвергаются риску. Не для кого как бы не секрет, что когда проводится обработка, необходимо быть в защитных перчатках, в маске, в очках. И, соответственно, эту обработку производить необходимо непосредственно в возможном очаге наличия вируса. Поэтому эти люди, они каждый день делают эту работу для нас, для жителей этого округа. И они каждый день достойны благодарности. Поэтому хотелось бы попросить жителей относиться с пониманием в данной работе. Да, это вызывает некоторый дискомфорт, потому что когда происходит обработка, присутствует запах. Обрабатывают обычно хлорным составом, то есть это хлоросодержащие вещества. Запах этот держится порядка получаса-часа, потом он исчезает. Но это время экспозиции, за время которого убиваются все вирусы. Но, с другой стороны, это хороший способ понять, что обработка проводилась. Пахнет, значит убирается. И на самом деле, кроме пахнет, еще остаются белые разводы. Ну, особенность, к сожалению, данного реагента в том, что он после себя оставляет белые разводы, которые не наносят вреда поверхностям, но которые, к сожалению, эстетически не очень выглядят хорошо. А панели лифтовые тоже требуют обработки. Соответственно, их в зависимости от ситуации, каждая управляющая компания принимает решение, чем обрабатывать. Ну, нам, к примеру, поступали жалобы, что уборщица вышла из лифта, и из нее пахло водкой. На самом деле, это была обработка панели спиртосодержащим составом, потому что там содержится электроника, и для того, чтобы электронику не испортить, ее уборщицы обрабатывают в том числе спиртом. Но это не противоречит тому, что это можно обработать и хлоркой, если аккуратно. То есть, растворы, они... Есть какие-то моменты, которые просто нужно потерпеть, потому что это, в первую очередь, для безопасности жильцов того подъезда, в котором проходит уборка. Запах и белые разводы – это, наверное, меньшее из того, что сейчас может произойти с человеком. Да, конечно. Это временные эстетические неудобства, которые, к сожалению, наличествуют, но это особенность того, что у нас есть на сегодняшний день. И, повторюсь, это в том числе метод контроля, который жильцы сами могут проявить, бдительность и посмотреть. Хотелось бы, на самом деле, жильцам напомнить, что у нас есть советы домов. Эти советы домов, они состоят из очень инициативных людей. И эти советы домов имеют возможность контролировать данную уборку в плотном контакте с управляющей компанией, с мастером. То есть, у нас очень часто жильцы задают вопрос, а когда у нас проводили уборку, я никого не видел. Но уборка, на самом деле, занимает. Мы вот вчера снимали сюжет в 8-м микрорайоне. Приезжала зам КЖИ Московской области. Она смотрела это все, Светлана Львовна, вживую, консультировала уборщиц, как правильно убирать. И у нас в моменте обработка одного подъезда заняла порядка 3-х минут. Там, используясь пульверизаторы, соответственно, обработать пульверизатором и пробежаться тряпкой, это 3-5 минут, если обрабатывать первый этаж. Если обрабатывать первый этаж с лифтом, то это 5-7-10 минут. То есть, минимум, это 5 минут, максимум 15 минут уходит на один холл первого этажа. Мы понимаем, что в сутках у нас 24 часа. И если человек вышел через час после того, как провелась обработка, у него сложится впечатление, что никакой обработки не было. Поэтому для этого в каждом подъезде висят графики. На этом графике расписано, что обрабатывается. Прямо по пунктам. Каждый график содержит в себе перечень тех элементов, которые должны быть обработаны. В нем стоит дата, когда эта обработка произведена. Время ставится, когда она производится. И роспись того, кто обрабатывал, либо того, кто контролировал. Также на этом графике указано имя, фамилия, отчество и контактный телефон ответственного лица за обработку подъезда. И жители могут в любое время позвонить по этому номеру и задать вопрос, когда была произведена обработка в их подъезде. Это метод народного контроля, который мы очень приветствуем. И это непосредственно прямой контакт уже с ответственным лицом, который отвечает за конкретно этот подъезд. На всех графиках мы требуем размещения реальных телефонов, реальных мастеров, для того, чтобы это была возможность быстрого прямого контакта. Конечно, в социальных сетях написать гораздо проще. А если действительно волнует этот вопрос, то можно взять телефон в руки и позвонить, не вставая с дивана, достаточно просто. Но я так понимаю, что контроль многоступенчатый. Сотрудники ГЖ регулярно проверяют. Наверняка ваши сотрудники ходят, тоже смотрят, как производится уборка. И есть еще специальное мобильное приложение. О нем расскажите, пожалуйста, поподробнее, как оно работает. Да, вы абсолютно правы. Мобильное приложение запущено правительством Московской области 23 марта. Оно введено в эксплуатацию. И все управляющие компании ежедневно отчитываются в этом мобильном приложении. На сегодняшний день у нас заполнение данного мобильного приложения. Это одна из больших работ, которые выполняются ежедневно. В этом мобильном приложении выдается каждый день задание. Оно соответствует количеству подъездов каждой управляющей компании. Не каждой управляющей компании должно задание это закрыть в течение суток. То есть, условно говоря, у нас задание открывается утром и закрывается поздно вечером. Соответственно, каждый подъезд имеет характеристики, сколько должно быть фотографий на нем. На этих фотографиях должна быть видна уборка. И фотографируются те места, которые входят в обязательный перечень уборки. Это мобильное приложение, оно контролируется правительством. По Одинцовскому округу у нас на сегодняшний день 87% заполнение данного мобильного приложения по итогам вчерашнего дня. А если задание не выполнено, какие санкции? Если задание не выполнено, то это повод для выхода на место. В частности, на той неделе у нас был выезд в Новую Трехгорку. Управляющая компания Нового Трехгорка не ведет в мобильное приложение отчетность. Аргументирую это тем, что у нее персонал выведен на удаленку. Соответственно, поступают сигналы от жителей о необработке. И, соответственно, в мобильном приложении у нас отсутствует отчетность. Был выезд совместно с ГЖИ. Мы проконтролировали уборку подъездов. Выявили недостатки. Дали рекомендации по их устранению. Ну, соответственно, далее это будет уже вопрос отдельного контроля. Потому что у нас на сегодняшний день данное мобильное приложение может быть использовано для того, чтобы делать аналитику каждой управляющей компании. Насколько управляющая компания соответствует требованиям по исполнению поручений правительства. И, опять же, насколько она клиентаориентирована. Вы правильно сказали, это же вопрос безопасности жителей, которые эту управляющую компанию выбрали и доверили ей свое здоровье, в данном случае, и свое имущество, которое должно это имущество обслуживать должным образом и содержать. Поэтому по результатам даны поручения по устранению недостатков, по обработке. Также даны рекомендации по использованию растворов для дезинфекции подъездов. Ну, в социальных сетях действительно жалобы встречаются, если не по этому номеру телефона, который в графике указан. Куда еще можно пожаловаться? Можно пожаловаться в ТИР-управление. Но, повторюсь, в первую очередь надо попытаться дозвониться до ответственного. Второе – это управляющая компания, которая на месте также имеет телефоны. Ее указаны на каждом информационном стенде. Есть информация о телефонах управляющих компаний. Если там нет реакции, то можно жаловаться уже в ТИР-управление, в администрацию. У нас, соответственно, это все тоже контролируется. Плюс мы контролируем все соцсети. Каждый пост отрабатываем, смотрим, контролируем. Вот я сам вчера лично просматривал соцсети, посмотрел, что у нас там в Кубинке идет. Некоторый объем жалоб по отдельным адресам. Дано поручение было ТИР-управлению выехать и разобраться, посмотреть, в чем дело, почему. Ну, на самом деле, хотелось бы сказать, что в большинстве случаев управляющая компания обрабатывает подъезды. Но либо эта обработка недостаточно глубокая, либо это обработка именно первых этажей, а жители требуют обработки всего подъезда. Ну, здесь уже как бы вопрос именно информирования жителей о том, что обработка у нас осуществляется первых этажей. А весь подъезд убирается согласно текущих стандартных графиков. Да, с применением дополнительных средств, но в стандартных графиках. А вот помните, когда-то в подъездах вешали графики дежурств на этажах, по квартирам. Сегодня убирает 72-я, потом 73-я. Может быть, немножко вспомнить нам эту практику? На самом деле, многие жители помнят эту практику. В ряде случаев мы видим людей, которые сами добровольно приняли для себя решение и выходят на площадку и прибирают на своем этаже. В некоторых подъездах эта практика сохранилась еще с советских времен, а в некоторых она появилась сейчас. То есть люди переживают за свое здоровье и сами обрабатывают свою площадку. Мы со своей стороны, конечно, эту инициативу готовы поддержать. Мы готовы жителям, если необходимо, выдать защитные маски, перчатки и хлоросодержащие жидкости. Единственное, хотелось бы отметить, что необходимо эту обработку проводить аккуратно, чтобы не нанести себе повреждения кожных покровов. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. А еще хочется сказать большое спасибо всем сотрудникам сферы ЖКХ за то, что они сейчас, как говорят, на передовой борются с тем, чтобы коронавирус не распространялся. И спасибо жильцам, которые ответственно подходят к своему жилищу и к обеспечению своей безопасности. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо.